добрый день друзья вы на канале автоботы лайф и сегодня у нас вот такой суперский автомобиль volkswagen polo и сегодня не простой выпуск сегодня у нас будет 50 литров топлива разыгрываться то есть 10 литров каждому из пяти участников и самый главный участник получит вот такую веб-камеру видеокамеру короче в подарок еще одну то есть один из пяти получит еще сверху вот эту вот камеру что нужно сделать для того чтобы принять участие в розыгрыше нужно написать комментарий какой комментарий я скажу в конце этого видео и самое главное что самое главное как только это видео наберет 1000 лайков сразу мы разыграем этот вот это все короче все что я придумал 50 литров бензина и конечно же это видео веб-камеру и вот пожалуйста хозяин машины олег вот он да всем вам все расскажет и покажет нам вот твой автомобиль сколько владеешь как тебе нравится не нравится автомобиль покупали в девятнадцатом году у официального дилера в симферополе получается 16 автомат полная комплектация то есть здесь вот уже машина шла с дисками здесь складываются зеркала также уже встроенная видеокамера заднего хода вот ну машина очень экономичная где-то литров семь семь восемь по трассе наезд вот а сколько она стоила вообще такая машина она стоила около 900 тысяч 900 тысяч плюс-минус да ясно ясно так 1 и 6 пола да так ну давай что мы можем походить амит но давай походим да конечно откроем давай знаешь что как вот такой в чем фишка в чем же фишка была тут где-то не был такой прикол надо вспомнить надо вспомнить короче здесь строился чип куда его подсоединяли даже не помню ты расскажи что за чип короче здесь строился чип и синхронизировался с приложением то есть там показывался расход топлива заряд аккумулятора какой пробег когда нужно было делать то то есть все это было вот прочитал эти чуваки они знают о том блин прошаренный сейчас серый будет монтировать сер это будет монтировать ну давай на одном кадре это делает чтобы меньше он монтировал да хорошо давай дальше давай да что там чип и мы ты давай что расскажешь про машину про вместительность салона как она ну вот я смотрю ты так сказать не маленький парень метр девяносто рост комфортно вообще есть а сзади сзади также то есть могут сесть трое ребят спокойно без всяких проблем салон кожи или это чехлы а так салон был тряпочный да да ткань здесь что по комплектации 4 стеклоподъемника кондиционер abs шел просто ключ с центральным замком сигналку мы не ставили а как сигналку не ставили значит здесь что у нас подогрев зеркал здесь зеркала складываются это регулировка зеркал отсюда открывается багажник ну и также сзади так здесь ну давай здесь значит что регулировка по высоте это вперед-назад механическая до до механическая руль и по вылету вот мультируль габариты ближний свет дальний свет ну все и магнитола синхронизируется с телефоном и можно общаться без проблем так что а здесь еще встроен этот как называется были глонас система глонас здесь кнопка сос если какая-то аварийная ситуация нажимается кнопкой с диспетчером уже можно общаться по динамику по микрофону вот еще подлокотник шел комплектации а ну давай я зайду с той стороны ты пока побудь я зайду давай включим магнитолку мы посмотрим работает она или не работает уже там да мы пока не поедем никуда так вот такая магнитола у тебя до кнопка ставить старт-стоп не туда обычный ключ обычный ключ на начать подогрев передних сидений обогрев заднего стекла регулировка мощности вентилятора сенсорное управление с телефоном bluetooth и шмутус и вот здесь что также переключение на ручное управление а ручное как она получается получается ты щелкаешь заднего хода камеры сейчас а вот так он да и здесь уже пошел переключать а вот так покажу ты поехать хочешь не покажешь что работает ну как ты вообще доволен машина или недоволен как она по трассе едет она динамичная габариты маленькие расход не сильно большой также по трассе включая я спит она тогда едет намного быстрее вот и очень такая шустрая расходы топлива ты сказал уже расхода топлива сказать литров да то есть но машина очень принципе вместительная на метр девяносто вот о о машине вот сейчас семьдесят четыре тысячи в принципе мы только меняем масло масло фильтра колодки уже почти почти под замену да за за такое время колодки уже подземельно да скоро поедем менять масло в коробке первый раз до первый раз вот ну посоветовали как бы чем чем чаще меняешь тем будет лучше будем делать полную замену масла с фильтром то есть не частичную замену будет полный цикл замены вот по ходовке еще ничего не делали единственное что на 30 тысячах влетели в яму и слегка подскрипывает правая сторона слегка то есть это не влияет на ходовые качества не слышно да но если там где-то едешь по нефоне ровной дороге то это все слышно еще расскажу что тут есть подушки безопасности в этой машине сколько штук до вот я одну вижу там 2 вижу помощи сбоку должны сбоку сбоку нету значит сегодня я вижу две штуки на штуки до сзади нету сиденья складываются отдавать покажу и пойдем покажешь а доводчики есть на дверях или нету папа вот так вот ты шла вес возился что ты тут все на солому или это порох какой-то есть она сейчас закрыт сейчас вот так вот да да полностью они не складываются не а надо вот эти вот до сиденья подвинуть а вот так и что ты тут возил на них вот такой огромнейший багажник получается да прикольно прикольно запаска показать запаска есть у тебя докатка или запаска запаска шла уже это шла уже в комплектации а резина сейчас родная стоит на машине это зима вот это что у тебя ты что доливаешь и этого нет тот меня ли масло и а так масло есть вообще машин пока нет пока не доливал на пока не так ясненько понятненько давай это посмотрим что под капотом у тебя что же у нас под капотом у нас тут у нас же тут приз камера это наша вот такая камера что же под капотом у нас вот тут все хрустит вот такой вот маль малыш бензин до все вольцвагена они любят делать эти дизеля в данном случае бензин вот такое мп и кастрол такой немаленький аккумулятор я смотрю да не может а вот это что за штука вас не давно как юно ли все-таки да прикольное тело что вот это генератор так вентилятор ну прекрасно прекрасно что еще хочешь дополнить а еще был прикол а где-то 45000 вот на 45000 резко увеличился расход бензина вот думали в чем причина поехали к механику он что-то посмотрел так толком ничего не сказал стали смотреть в интернете оказалось что просто нужно сменить свечи заказали оригинальные свечи вот после замены расход такой же стал маленький интересно да вот такой вот был прикол еще что-то хочешь добавить да ты вообще порекомендуешь эту машину вот приобрести для кого она лучше для мальчиков для девочек общая семья с механиками вы сказали что как бы пола довольно таки неплохая машина вот но в длительной эксплуатации очень дорогостоящее поэтому ну короче если ей сказать если эту брать машину и очень редко ездить то в принципе нормально если для там в такси или у кого-то по работе на то очень много кататься я бы не советовал убрать вот для городской езды в принципе да машина очень и прикольная маленькие габариты маленький расход трассу держит отлично и все вот так вот да да то есть не рекомендуешь брать но и да я бы не рекомендовал если это связано если эта машина будет использоваться очень часто каждый да ну а кому друзья кому нужна машина которая будет просто стоять и просто что-то там она будет вообще не использоваться конечно машина нужна для того чтобы использовалась вот но в принципе тебе и в общем все что знал поведал у тебя сейчас зимняя резина стоит вот это стандартная которая была да нет а это уже другая да и сколько стоит в салоне нам зарядили чего-то там космический сумм дорог за резина значит что еще когда машину покупали не шла защита этого двигателя не было ковриков в салон багажник это все мы покупали сами чехлы вы покупали ну в принципе все вот шли вот только что вот диски диски литые до половские и летний комплект зимняя резина шла за 20 тысяч вот эту мы резину покупали год назад там у знакомых вышло что-то около там 8 или 9 тысяч за все за четыре колеса ничего себе этого как-то но это хороший знакомый это очень хороший знакомый за восемь тысяч это не бэушную выбрали но нового ничего это белшина поэтому ну то есть не сильно дорогая короче белшина друзья кто-нибудь знает белшину вообще кто-нибудь слышал эту фирму я первый раз слышу я только yokohama слышал michelin там и все такое а это пятнадцатые эти колеса пятнадцатые колесики на все такое ну что друзья еще что то есть добавить да друзья был вот у нас такой обзор volkswagen polo но это даже не так обзор вот именно как именно розыгрыш вот кто досмотрел до конца смотрите вот есть видеокамера веб-камера да ну то не пустая коробочка ну вот значит 50 литров бензина что надо сделать чтобы выиграть не 50 литров бензина будет 5 участников которые выиграют по 10 литров бензина что надо сделать в комментарии написать во первых подписаться на канал во вторых в комментарии написать что написать номер свой телефон чтобы мы могли связаться но это в конце а вначале надо пожелать мне в новом году 2021 мы свои пожелания от души чисто хотите хотите стихи хотите песни хотите да все что угодно но что-нибудь такое душевное мне пожелайте в этом новом году вот и соответственно я не буду никаких этих как их там как это рандомно ничего рандомного не будет будет просто я буду смотреть каждый комментарий выписывать его и соответственно выбирать который мне больше всего из этих всех комментариев понравится соответственно я выберу самые лучшие 5 и каждые по 10 литров получит бензина и вот эту замечательную камеру но при одном условии друзья как только видео наберет тысячу лайков мы сразу же и разыграем эту видеокамеру и 50 литров бензина спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь даже кто не участвует подписывайтесь на канал и до новых встреч на новом шоу автоботы лайф пока